Меня зовут Хадри Акатет и я родился в Ямал-Ненецком астономном округе на севере полуострова Ямал. Там сейчас кочуют мои родители, мои братья и немцы по-прежнему ведут кочевой образ жизни, перемещаясь с оленями стадами летом через каждые три дня, может быть раз в неделю зимой, конечно, пореже, потому что олени не так часто двигаются. Так было и в моем детстве. Я рос в тундре, и воспитывался в семье оленеводов, и до семи лет я практически не выезжал из тундры, то есть я не был в поселке и говорил только на своем на ненецком языке, потому что в тундровых семьях кочевых, как правило, говорят только на своем на родном ненецком языке. Это на севере полуострова Ямал. В более южных тундрах, где ненцы соседствуют с другими народами, они могут знать языки своих народов, например, ханты, язык коми, или на востоке, восточные ненцы, могут знать, например, долганский, энецкий, меганосанский. Вот. У меня с рождения ненецкий язык ненецкий, сказки, эпос, которые рассказывают мне бабушки, дедушки, отец, ледья. Вот. И так, наверное, я с детства научился петь. В наших играх с моими братьями всегда было звукоподражание. То есть мы подражали голосам птиц, зверей, хорканью оленей, крику чаек. И это была у нас такая большая игра весной, когда птицы прилетают на лето, гнездоваться. И в это время их очень много. И вот это вот искусство звукоподражания голосам природы, оно используется и во время охоты, когда немцы идут охотиться, они не берут с собой никакие манки, а подражают собственным голосом. И человек для того, чтобы привлечь птицу или зверя, он должен знать его повадки, он должен знать в какие моменты, какие звуки птицы или звери издают. И это все искусство, и знания оленеводства, и мастерство изготовления на арт, одежды, украшений, это все передается в детстве, и передается через игру. Потому что в детстве мы сами себе создаем игрушки, мы сами себе придумываем, так сказать, игры. Есть, конечно, традиционные игры, которые нам показывают взрослые или старшие братья. И в играх мы повторяли жизнь и постепенно учились укладу жизни, который достался нам от предков. И сейчас, наверное, одна из наших главных задач это передать, перенести в будущее, передать своим детям, внукам. Потому что это огромное наследие, наследие, которое нас учит, которое нас держит, поддерживает. И в семь лет меня отправили учиться в школу-интернат, отправили на вертолете. Ну, до этого должны были везти на оленях упряжках на другое стойбище. Я сбегал, помню, я плакал. Но в итоге все равно отправили. И первый год в интернате был самый тяжелый. Потому что я мыслями улетал в тундру на северную часть полуострова. И мне во снах снилось, что я туда прихожу, а уже чумов нет. Я так сильно расстраивался и отвлекался на уроках, смотрел в окно. И постепенно вот эта, наверное, грусть, она уходила с каждым годом. И даже, может быть, не уходила, а ты привыкаешь. Были такие моменты, конечно, на интернате, когда нам запрещалось много говорить на своем языке. Вечером исполнять эпосы, сказки. Я любил исполнять эпосы, любил рассказывать сказки своим одноклассникам, ребятам, которые были в нашей группе, в интернате. После того, как я окончил школу, 11 лет, я отправился в город Салехард. И там я начал работать на телевидении и радио. Стал вести радиопередачи, телевизионные. И параллельно с этим я отправился в вооруженное центр национальных культур, где трудились Татьяна Лар, ненецкая певица, и Елена Уфимцева, хореограф-постановщик. И у них, наверное, я научился тому, как подавать свою культуру, как рассказывать другим людям о своей традиционной культуре. И с ансамблем ВИСЕЙ я начал путешествовать, гастролировать не только по России, но и по миру. Этим самым научился делать то, что я умел еще лучше. То есть подавать для зрителей. И сейчас я живу в Москве, и у меня театр танца Элир. И мы с молодыми ребятами из разных уголков нашей страны и с севера рассказываем про традиционную культуру народов Арктики. Мы создаем перформансы, спектакли, рассказываем истории, показываем сказки для детей, игровые программы. И мне кажется, мы тем самым делимся своим опытом, своими знаниями, знаниями, которые получили от наших предков. И таким образом мы поддержим не только других, но и самих себя. И мы определяем себя как сильный этнос. Итак, в первую очередь. Продолжение следует...